Вчерашний день старшеклассникам школ районного центра запомнится надолго. Не каждый день к ним приезжают именитые спортсмены. Встреча детей с нашим прославленным земляком, 11-кратным чемпионом мира по самбо, депутатом Государственной Думы Российской Федерации Муратом Хасановым прошла в зале администрации района. На мероприятии присутствовали классные руководители, руководитель и тренеры, преподаватели детской и юношеской спортивной школы. Открыл встречу глава района Заур Хамирзов. У нас сегодняшнее мероприятие в рамках проекта «109 минут диалога». Я думаю, у вас сегодня прекрасная возможность здесь и в государственной Думе провести именно этот диалог. Как выше отметил руководитель района, визит именитого гостя проходил в рамках проекта «109 минут диалога», организованного Кашхабльским отделением Союза женщин Республики Адыгея. Председатель организации Зарема Гурижева ознакомила ребят с биографией спортсмена. Родился мрад Руслан 60 декабря 1970 года в ауле Ерухай. Его жизненный путь был характерен для большинства мальчишек, выбравших популярной в республике вид борьбы и мечтающих о победах в крупных соревнованиях. Высокий и худой паренек начал заниматься борьбой в родном ауле у тренера Шахама Берзетова. А затем в 1986 году оказался в Майкопе в специализированной детско-юношеской школе Олимпийского резерва. В 1992 году он окончил факультет физического воспитания Майкопского педагогического института, а в 1993 году сделал окончательный выбор в пользу самбо. Все эти годы рядом с ним неизменно находился его наставник в спортивной школе Олимпийского резерва Арамби Хабай. В прошлом сам многократный чемпион мира по самбо, ныне заслуженный тренер России. Когда у Мурата созрело решение заниматься самбо, он уже был бронзовым призером Кубка СССР под дзюдо и бронзовым призером чемпионата СССР под дзюдо, призером на чемпионатах мира под дзюдо. Он всегда отличался характером и фанатичной гребенностью делу, которому посетил всегда без остатки. На всероссийских турнирах сумасшедшей конкуренции, где сыгрался весь цвет российского самбо, Мурата добивался безоговорочных побед, но все больше привлекая внимание тренеров сборной. Постепенно он превратился в мощного ответа, который прочно забронировал за собой первый номер в российской сборной. Мадрид и Токио, Прага и Минск, Париж и Мюнхен, Пекин и Сеул. Географию планеты Хасанов изучал по турнирам, на которые выезжал в составе национальной команды. Общительный и с тонким чувством юмора и герухаевский парень стал добывать победу одну за другой на самых представительных турнирах, включая чемпионаты мира и континента. При этом в командном зачете побеждала и сборная России. Кубки, призы, награды, высшие группы попадали в нашу победу после того, как адыгский гигант демонстрировал свою победную технику боя, разгадать которую многим, даже именитым соперникам, зачастую было просто не под силу. В 2005 году брата Хасанова признали лучшим самбистом России, а в 2007 году он как спортсмен-лидер республики влился в команду главы республики Адыгея и возглавил комитет по физической культуре, спорту и делам молодежи. Лучшего кандидата и специалиста в области спорта на этот пост и быть не могло. Активитет как спортсмена, так и человека в спортивном мире у него потрясающий. На выборах 18 сентября 2016 года и на выборах 2021 года Мурат Кусанович был избран депутатом Государственной Думы в двух созывах. И сейчас стал членом комитета Государственной Думы по физической культуре, спорту и делам молодежи. И здесь, благодаря своему авторитету среди коллег-парламентария, ему удается успешно решать многие важные для республики вопросы и продвигать интересы Адыгеи. Не забывает спортсмен и про свой родной Кашхабрский район и АО «Герухай». Принимая участие в масштабных мероприятиях на территории района и оказывая поддержку в решении различных вопросов. В качестве парламентария Мурат Кусанович проводит личные приемы граждан, встречается со своими избирателями. Вот и сегодня у него назначена встреча в Шевгеновском районе. За свою многолетнюю государственную спортивную деятельность он отмечен многочисленными наградами и знаниями, в числе которых Орден Дружбы, почетное звание «Заслуженный работник физической культуры Российской Федерации», медаль «Слава Адыгеи», нагрудный знак «Отличная физическая культура и спорта и многие другие». Впечатляющий путь нашего земляка бесспорно достойен уважения. И сегодня у нас есть прекрасная возможность задать свои вопросы Мурату Русановичу, больше узнать о его жизненном пути и о том, как простой аурдский парень смог достичь таких высот. Встреча прошла в формате открытого диалога. Присутствующие задали Мурату Хасанову интересующие их вопросы. Школьники спрашивали о самых больших победах, о том, как спортсмен учился в школе, кто помогал добиваться результатов. Ахановский Юрий, ТВ, я хотел бы задать вопрос. Были у вас учитель или тренер, который повлиял на это ваше профессиональное? Ну, я думаю, что это первый тренер, в Березееве Шахангук, здесь завалили. И, я думаю, учитель истории, это ЦИДОК Казбек Хаджбевич у нас преподавал, который, когда я после тренировки приходил с кимоно в класс, он говорил, да, хватит это кимоно-то, сквать этот мешок. Все равно ты ничего не добьешься. Это был у меня, он, когда я первый раз мир выиграл, пришел к нам в гости и поблагодарил отца и это, и сказал, что он все-таки меня не послушал. Он и хотел, наверное, чтобы я его больше туда уклончивал. Но, когда я начал поучаться с борьбой, я думаю, что только борьбой я занимался. И влияние это тренера, это преподаватели, которые ведут. Я вот могу сказать, вот здесь тренера, ребята сидят, им большое спасибо, что это те люди, которые заменяют и маму, и папу. 29-й класса. Я хотела бы задать вам вопрос. Какие из знаменитых еще смогли послужить вам примеру? У меня среди спортсменов-кумиры тоже были. Это Невзоров наш, Емиш, Клицери. Но еще я сильно восхищался. Есть такой олимпийский чемпион Ямасито, японский борец, который, ну, он просто небольшой был, в тяжелом весе боролся. И с кем бы он ни боролся, всех бросал и очень быстро схватки захочу. И вот я думаю, что это кумиры мои, на которых я хотел равняться и становиться, как они. Мероприятие длилось больше часа. За это время дети успели задать гостю немало вопросов. Мурат Русланович рассказал ребятам о своей спортивной и политической карьере, поделился секретами профессиональных достижений и успехов. Школьники и преподаватели получили массу положительных эмоций и впечатлений от встречи. Мы вами действительно гордимся. Сегодня, я думаю, на этой встрече воспитательную цель, которую поставили, наверное, достигнута. Потому что с вами вместе мы почувствовали сопричастность. Это мнение детей, я тоже думаю. Сопричастность нашу, значит, к политике нашей России. Сопричастность нашу к истории России, Адыгеи, к спортивным достижениям. И хочется сказать слава благодарности вам сегодня за такую открытость, за простоту общения. Да, сегодня поразвучали очень вопросы такие, которые волнуют самих детей, незапланированные абсолютно. Я думаю, они услышали ответы. Хочется пожелать от имени всех присутствующих вам крепкого здоровья, успехов на вашем поприще, нелегком, депутатском абсолютно. Потому что очень многие ждут решений очень многих и сложных вопросов, касающихся разных сфер деятельности. Пожелать вам здоровья, семейного благополучия. И, конечно же, чтобы эта встреча была не последней. Население на земле составляет больше 7 миллиардов человек. 11-кратный чемпион один. Так что тут больше слов добавлять я не знаю. Только слова благодарности. Прославил АУ, прославил наш район, прославил республику, всю Россию. Там хорошо уйти, нас от уйти, прям так, очень подручки. Хочу пожелать всем удачи вам и на выпускных, и на вступительных. И самое главное, ребята, еще раз, не оглядывайте, стидите вперед. Вы наше будущее. Вы через промежу, через районы, через АО. Поэтому, я думаю, что вы нас не подведете и в будущем. Какие же чемпионы будут, или ученые, или преподаватели. В завершении участники мероприятия сделали общее фото на память. Субтитры создавал DimaTorzok